всем привет в этом видео я вам хочу показать что я сейчас вяжу и чем и занимаюсь давно такого формата не знают и не знаю чего не было потому что иногда бывает что процессе много но мне надо быстро по одному заканчивать что-то променилась не снимала извините я знаю что вы такое любите поэтому решила снимать показать что я вяжу как на зло все вяжется черное черный конечно очень трудно вязать трудно показать ну терпите мои дорогие потому что сезон требует черный вещь тоже в гардеробе надо я ничего не поделаю сама не люблю вязать ну приходится вот это водолазка я вам давно обещала водолазку вязать и как раз моей младшей дочке надо она будет одевать под меховой жилет и под стёганый жилет у нее и говорить что-то темные она хотела сначала черное потом говорит мама ладно можешь зеленый потому что знает что трудно вязать но я решила черный делать трудно не трудно зато это поле базовая вещь и под все жилетки как бы черный цвет нормально поэтому решила вы за черный вот это будет мастер-класс я потихонечку мастер-класс тоже снимаю я не знаю или водолазка раньше видит или мастер-класс не знаю посмотрим но имейте ввиду что мастер-класс будет обязательно чуть ли не попительная все важные места вам буду показать смотрите здесь пряжа вот это вот очень даже хорошая пряжа на мой взгляд здесь мало шерсти ничего страшного после стирки очень мягко становится я эту пряжу знаю давно мне нравится и как лежит петельки на лицевой мне это тоже очень нравится поэтому я я там мастер-классу мастер-классе говорю что я взяла другую пряжу одну ну один моток я уже как из ну как испортила надо чтобы что-то вязать или носки или что мне не понравилось категорически там 50 на 50 шерсти акрил вроде бы состав хороший ну как лежала петельки мне не понравилось не люблю когда вещь как бы я всегда стараюсь пускай никто не обижается но я всегда всю жизнь стараюсь так чтобы мои вязаные вещи сильно не бросались класс я иногда вижу на улице людей которые носят вязаные вещи она все как будто на них написано что дома вязали как ну как-нибудь вязали и носят я всегда люблю чтобы у меня было это гладко четко чтобы кто-то увидел сказал ты что ты могла так вязать вот может это некрасиво но я стараюсь и я вам советую тоже вязать каждый раз улучшить свое мастерство потому что мир идет периодами чего назад и чего некрасиво вот китайские вещи все они некачественные но красивые правильно меч он не будем делать дома и качественнее красиво ну ладно это было отступление как бы вот надо сильно не буду на этот время терять потому что здесь ничего такого нету я решила чуть-чуть известно как лампас и я вообще хочу с ней то с никого из ну она вряд ли захочет здесь можно крючком вязать другого цвета наверное эту технику вы знаете да и будет как лампас если не хочет не будем делать если захочет будем делать вот вот это я сейчас вяжу усиленно быстро чтобы мастер-класс тоже теперь я вяжу еще с этого пряжа эту пряжу наверно вы все знаете это вроде бы итальянская хороший состав здесь 80 процент по моему не по моему так и есть акрил 20 процент вроде бы мериносовой шерсти ли что я не знаю я не буду ничего сказать пока не первый раз я вяжу потому что я девочки кто со мной давно знает что у меня в моем доме есть магазин пряжи там почти сугубо турецкие пряжа там что есть я шупала посмотрела оттуда и вяжу я по интернету не заказываю поэтому вот эту пряжу мне недавно предложили состав мне понравилось кто знает как как этот пряжа правда не правда хорошо не хорошо кто знает у меня просьба пишите я первый раз то стирки мне очень нравится потому что мне не те пряжи который как полированный потом вот смотрите как лежит хорошо петельки вот такие пряжи мне всегда нравится буду вязать посмотрим если понравится значит от этого пряжи еще много чего буду вязать почему бы нет и доступная цена и нормальной еще и магазине есть вот я тут тоже тело сначала принцип как то водолазка здесь нечего рассказать мастер-класс не будет но здесь будет изюминка это уже будет интрига будете посмотреть следить за каналом увидите я заранее не хочу ничего сказать но здесь будет тоже я хочу ну как водолазка но более красивый как свитер что ли у меня получается потом узнать и что за изюминка еще смотрите что я вяжу еще вяжу себе платье уже без горла здесь тоже мастер-класс не будет потому что здесь вы почти как водолазка только вот это карловина я потом описание если что оставляю как я укороченные ряды тела очень аккуратно когда вот это ложную китровку делаешь очень аккуратно очень чистенько здесь ничего нету пряжа вот это же вот из этого вяжу нет нравится я уже сказала повторяюсь и здесь будет это просто платья ну опять таки будет изюминка ази изюминка посмотрим мест вами в конце а вот и я извиняюсь а эти черные уберу потому что страшные вещь буду показать не хочу чтобы ничего испортил теперь вот эту белую вяжу чтобы иногда у меня глаза хоть белые увидели а то черный так черный смотрите вот эту я уже название даже знаю потому что чуть-чуть связала и перед глазами снежная королева не знаю вот этот это пряжа я вам советую если кто-то любит такой объемный вещь волосками к она не сыпается я вяжу у меня в этот домашний костюм оранжевого цвета если ванну сыпалась я вес в черте было нет наоборот даже ализе ланако там такие волоски они сыпаются а это нет пока не не наблюдала как говорится смотрите вот этот узор есть на моем канале я рассказала что мне родственницы мама когда-то давно научила девочки писали что это звездочка нет девочки все таки здесь нет звездочка даже в магазине я смотрела ализе вот эта фирма на эту пряжу вязана там есть четвертая петля между ними а у меня ничего нет у меня очень легкий вариант ну выглядит может может как звездочка но для найти начинающих обязательно посмотрите это очень легкий вариант и когда убавки добавки делаешь польшу более легкий чем там там четвертая петля существует у меня нет поэтому здесь мастер-класс не будет потому что здесь как обычно здесь тоже я ложную кетлевку не делала потому что считала что зачем на эту толстую вещь еще что-то тем более махня махнатенькая зачем это надо здесь будет все просто узор тока у меня впереди рукава и спинка просто лицевой конечно вот и здесь моя любовь чтобы не петли петли пыли пили этот запуталась я уже чтоб петля была ровненько и здесь не очень после стирки конечно несколько раз стираешь все хорошо будет здесь естественно нитка неоднородная если такое попадет она сильно лицевой сильно ровно не будет ну махер это это свойственно это нормально ничего не будет поэтому вот такое после стирки решу это все раз растут эти волоски пару растирайте все нормально все будет как бы так вот этот модель будет так ничего страшного вот что еще хотела сказать вот наверное вы думаете если я уже 40 лет вяжу у меня дома вязаные вещей полно много нет девочки нету знаете чего у меня даже в голове я уже носила переносить силы и не успела вязать что я хочу потому что я более минималист я вяжу и родственниками друзьям я сразу если что подарю наш от этого я не жадная я и подарю и моих девочек я все вяжу по делу поэтому у меня полно нет у меня планов еще вязать и ввязать 10 лет вперед есть мире мечта что вязать поэтому я вяжу и вяжу если что оставайтесь со мной будем вместе вязать вместе учиться почему бы нет учиться всегда не поздно как говорится вот так еще у меня одна просьба есть если у вас есть время желание видео посмотрите до конца пожалуйста потому что так узнала что это youtube учу учитывается ну конечно хотелось бы чтобы у нас тоже много подписчиков были много народ сколько народом столько мнений дружили узнали друг другу что-то передали почему бы нет разработаем трудимся хотелось бы если есть такая возможность смотрите до конца если есть вопросы задавайте ну вот пока данный момент я у меня раз два три четыре вещи я быстро это вяжу и у меня знаете так я раньше вот это точно я ю тубе училась давно очень не знаю сколько лет назад вязать то не училась там а давно давним давно училась много процессе вязать это ю тубе потому что ну раньше как если кто-то раньше начала вязать или бабушки или маме или сами они знают как они вязали им я тоже начинаешь один вещь вяжешь закончишь потом придумаешь другой я такой никогда не делала ну когда-то мне надо было . младшие несколько новых чем пера с ветра она уже вышла замуж помолвку тела ли уже знаем скоро свадьба хотелось бы несколько ну стопку новые вещи естественно дать уже ношенных нет правильно я как по ю тубу смотрел девочки несколько процессов набирают и вяжут и все хорошо я думаю а почему бы нет это глаза отдыхает не надоедает и я так начинала делать и мне понравилось ну 10-15 конечно нет вот это 4 более чем достаточно но могу между ними если все что-то мне надоедает или вот скоро у меня новинка ализе есть пряжа я хочу чтобы мы с вами палантин вязали я в душе думаю что хорошо будет мне надо своего врачу отблагодарить она у меня просила и цвет сказала будем это может между ними еще что-то легкие или носки или шапка или палантин я так могу 10 нет но это 4 более чем то то достаточно вот такие дела мои дорогие если вот такая идея понравилась какие-то вопросы есть на этих идеи заранее можете вы задавать я потом буду по одному эти изделия видео снимать и ваши вопросы отвечать может видео более развернуты можно отвечать чем там ты писать все равно я и напишу и если что отвечу вот такие дела мои дорогие всем пока до новых встреч